ну что ж дорогие друзья мы подходим почти к завершению наших с вами моделинга так сейчас мы с вами поставим это на место пара деталей еще ребят наберите степеньем так если сказать что хотя сначала сделаем в том положении какого он есть что нам надо здесь сделать такую штуку как бы для это будет у нас кто кубик потянем его наверх вернее по игре год начинаем сжимать и еще по игре поднимаем еще поднимаем и тащим его назад вот сюда он слишком большой поэтому с еще немножко вниз вот сюда смотрю на какую глубину там ушел идем идет мод начинаем делать закругление так но до этого давайте уберем все трансформы и контрюк d вот так отлично после чего выделяем ее полостью и говорим давайте вырезать начнем вот отсюда здесь здесь теперь такую пластинку дырявчатую надо сделать сделать такую дырявчатую пластинку мы сделаем сейчас просто перейдем вот вот это выделим так и скажем что shift d поднимем наверх вот так и скажем что это самостоятельно что хорошо дырявчатую пластинку не надо наделать дырточки первых она по цвету должна быть серая да елки на дырявчатую пластинку дырザ дыр 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 Так, и теперь нам нужно отверстие, отверстие мы сделаем Так, берем выделение, возьмем мыши, возьмем цилиндр, в нем Вот силы в 10 сделаем, потом радиус уменьшим до невозможности Так, вытащим наверх и потянем это по Y Вот сюда и по Z И уменьшим это делаем Ах ты Вот сюда Так, теперь смотрим сверху Так, если мы сделаем Z Немножко побольше Так, теперь G и перетянем это на X На самый край, вот так Ну и Пойдем тогда Уберем все ее трансформации Так, на ноль Смотрим Так, все нормально будет И идем теперь в Rage Понятно что Rage Лучше всего смотреть сверху Вот так допустим Чтобы это было видно Вот так допустим Так Отлично Я скажу что мы согласны И теперь Shift D G по Y Shift D G по Y И теперь Вот это С этой Немножко Мы должны сказать Ctrl Y Объявить И теперь Вот это Вот Это Вот Это Убрать Убрать Вот Из этого Вот Такие D у нас Получились Прекрасно После этого Можем Сказать Что E Немножко Поднять Вот так Не будет Видно Но Опускаем Объект Опускаем вниз G Можем конечно побольше сделать Так Еще раз С И Вышли Немножко Вот так Отлично И теперь И теперь Возьмем Объект Сделаем Чуть Меньше S Но Перенесем Объект Set Origin 3D курсор Нет Оригинальный И Немножко Меньше Чуть Чуть Вот так И опускаем Нез G Вот так Чтобы Было Небольшое Расстояние Ого Да И Вот Эту Штуку Не знаю Получится Нет Банал Отлично Все Больше Ничего Не надо Так Сделали Ну и Кроме Ровнишки Здесь Сейчас Shift Будет Можно Будет Этот Самый Цилиндр В этот Раз В этот Больше Радиус Поднимаем по Азоту Так Тащим его по У Балеку И по И по Иксу Сюда Смотрим Должна быть круглая 32 минимум Так Я Смотрю просто Как Она Выглядит Сейчас Достаточно Будет такое Я Думаю Да Может быть Радиус Чуть Меньше Вот 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 Ставим Так И Теперь Я Хочу ее Shift D Сделать Вот Она И Чуть ее уменьшить С Чуть Чуть Вот Так А Этот Цилиндр В Допустим Вниз Вот Так И Скажем Что Эту Штуку Мы Вот Отсюда Уберем Так Получили Отверстие Отлично Теперь Это Опускаем Вниз 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 Отверстие Отверстие $ Х Нужно Точно Найти Быть Немножко Меньше Чем С Вот Так И С по З Отверстие Отверстие и теперь берем теперь еще раз немножко и поднимаем наверх сначала нам надо убрать линзу делаем ctrl-B сделали линзу прекрасно больше ничего скорее всего не нужно будет немножко не там сделали но да бог с ним и теперь нам нужна еще последняя деталь сколько она со временем 15 минут последняя деталь это ручка то есть мы возьмем сейчас цилиндр 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 где он у нас вот оно цилиндр так вытащим его наверх чтобы видно было или вот так давайте мы его по игрику сейчас перевернем 90 градусов посмотрим как он выглядит на верхнюю немножко мы делаем ручку так поболее радиус немножко поболее так так уго и наверх и наверх по у да так и приблизим по x сюда есть и сделаем побольше так хорошо так хорошо уго есть и немножко вниз 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 ребят да о есть далее нам надо сказать он здесь так выделяем ctrl b закругляем так что потом мы можем вот тут сус 30 и теперь как лучше сделать даже не знаю давайте мы сейчас копируем d перевернем его по оси y так это будет g да нет это будет это будет g да нет это будет это будет р по y на 90 градусов так теперь уменьшаем радиус увеличиваем по z ведем наверх нам нужна коробочка поставим ее здесь здесь и скажем что цвета режим уйдет 3d курсор вот сюда смотрю что толстовато на мой взгляд сделаем сейчас ее потоньше s поменьше так теперь r и далее вот так вот вот если ну мы сможем сделать вот здесь просто сделаем отдельно конечно здесь сделаем ручку шарик не будем выдумывать особо сфера конечно это сфера пускай будет 36 ладно но радиус у него должен быть маленький где-то вот такой смотрим звукку тащим вот 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 Продолжаем. Вот так. Вот и сделаем смуз. И у нас автомат готов. Сколько у нас времени? 22 минуты, да? Последнее, что мы с вами сделаем. Нужны будут карты. Поэтому вот это вот все сейчас. Скажу. Скажем, что ребята, да, все хорошо. Нам нужны 200 карты. Три штуки. Плэн. Плэн. О, ты не похож на карты. Так, еще поменьше. Давайте теперь поднимем чуть-чуть. О, е. Вот так. Вот так. Сделаем е. Большую толщину. Так. И как объект. Поднимем наверх. Ну, а здесь уже просто выделим ребра. И, скажем, убрав все ненужные трансформации. Контроль B. Вот такие вот закругленочки сделаем. Если нам покажется, что карта слишком толстая, ну, вдруг нам так покажется, то мы можем уже по Z сказать, что нет. Вот такая должна быть. Так. Да, похоже. Таких должно быть четыре, четыре туза будет. Давайте в сторонку отнесем ее. Пикс. Когда будем собирать, тогда посмотрим уже по полной программе. как это в пропорциях будет. Может быть, оно должно быть поменьше. Вот так. Может быть, побольше. Не важно. Факт то, что мы с вами моделирование закончили, ребята. И в следующем видео мы будем с вами делать уже сборку всего, что мы с вами трудились. Окей? Ну, ждите следующего видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!